Супер! Хочу говорить сегодня о цене вечной жизни и о глупости, которая иногда стоит нам очень и очень дорого. Знаете, сегодня очень популярная тема дорожания. И мне саму многие вещи непонятны, почему. Когда доллар поднимается, все вокруг дорожает. Когда доллар падает, все остается на месте. Когда доллар снова подорожал, снова поднимаются цены. И таким образом мы уже дошли до таких цен, что Европа отдыхает. Я всегда говорил, что мы самая богатая нация. У нас самые дорогие машины, у нас самые дорогие продукты. У нас все самое дорогое. Слава Богу, что мы все это преодолеваем. Все для людей. Поэтому сегодня можно часто услышать об этом. И это неудивительно, потому что в действительности каждый день мы встречаемся с какими-то подорожаниями того или иного продукта. Каждый раз мы приходим в магазин, и нас немножко удивляют цены. И это идет по нарастающей. И коль тема эта такая животрепещущая, сегодня будем говорить об этом. Поразмышляем о том, что некоторые вещи сегодня для нас становятся не по карману. Мы даже не задумываемся о некоторых вещах, которые сегодня есть в обиходе, и которые очень дорогие. Вы знаете, в интернете, когда вы пороетесь, вы можете найти топ самых дорогих вещей в этом мире. И некоторые из них очень удивят вас своими ценами. Вы навряд ли могли подумать вообще об существовании подобных продуктов. И еще мнение о том, что кто-то готов платить за эти продукты и покупать их. Знаете, цена равняется на потребителей. Поэтому есть люди, которые настолько привыкли к дорогим вещам, что купить что-то дешевое для них уже это составляет чем-то таким унизительным. Например, самые дорогие в мире пельмени, порция из восьми пельменей, стоит две тысячи долларов. Две тысячи четыреста долларов. Так вот, тарелочку взял, лупанул, отстегнул. В состав пельменей входит железа глубоководной рыбы факел. И поэтому они излучают такой синий-зеленый цвет. И при этом это абсолютно съедобный продукт. Некоторые вещи для нас более привычны, но их цена вызывает не менее удивление. Самый дорогой, самый большой в мире алмаз стоит почти 4 миллиарда долларов. И кто-то его покупает. Самый дорогой частный дом находится в Виндии, которого обслуживают 600 сотрудников. Стоит почти 2 миллиарда долларов. Самая дорогая картина, Роме, это более близко. Триптих. Три наброска к портрету. Льюиса Фрейда. Продана на аукционе за 142,4 миллиона долларов. Если бы увидели эту картину, вы бы поняли, что просто мазня-мазнень. Но тем не менее, она стоит таких вот денег. Самый дорогой автомобиль, Бугатти Уэврон, стоит 2,6 миллиона долларов. Давайте теперь подумаем о цене, что более понятно и близко для нас. Например, сколько стоит здоровье. И чем больше мы живем, чем старше мы становимся, тем больше мы задумываемся о здоровье. Когда молодые встречаются, у них одни интересы. Когда встречаются люди постарше, они чаще всего разговаривают о том, что у них болит. Наболело. У меня там то болит, то болит. Лечусь тем, тем. Делятся рецептами, какими-то народными средствами. То есть темы меняются согласно возрасту. И поэтому, чем старше мы становимся, тем больше мы говорим об этом. Скажите, сколько стоит мир? Наша страна по-особенному нуждается в мире, да? Идет война. И порой мир между странами может стоить сотни тысяч человеческих жизней. И разбитых судеб. Сколько стоит любовь? Тот, кто однажды потерял любимого человека, скажет, что без колебаний, что любовь без сцена. Сколько стоит жизнь человека? Один знаток человеческих душ сказал, Иова 2 глава 4 стихом. Кожу за кожу, а жизнь свою отдашь человек, за жизнь свою отдашь человек все, что есть у него. Сколько же тогда может стоить вечная жизнь? Мы не задумываемся над этим. Знаете, мы принимаем это как само собой разумеющееся. Мы же пришли к Богу, покаялись. Бог дал нам жизнь вечную. Бог дал нам надежду, упование. Бог дал нам свой божественный мир и порядок. Насколько мы ценим все то, что Бог дает в нашу жизнь. Насколько мы открыто это ценить. Насколько это на самом деле дорого для нас. Думаем ли мы вообще об этом? Размышляем ли мы об этом? Понимаем ли мы, что Бог дал в нашу жизнь? Так важно, чтобы особенно христиане задумывались над этими вещами. Вы знаете, когда начинаешь думать об этом, размышлять об этом, совершенно другие ценности появляются в твоей жизни. Совершенно другое становится для тебя более ценным, нежели это было вчера, позавчера или третьего дня. Поэтому важно практиковать в своей жизни, размышлять над тем, что ты на самом деле имеешь в Господе, в Иисусе Христе. И как легко иногда это потерять, как легко иногда, знаете, сделать какие-то глупые вещи, глупые ошибки, и просто потерять какие-то определенные вещи, которые есть в твоей жизни. Благодаря тому, что Иисус умер, пострадал, пришел в твою жизнь, заплатил цену, чтобы, несмотря на то, что ты являешься виновником, ты вдруг стал невинным. И вы знаете, эти вещи, эти вещи очень важно, важно брать как урок в свою жизнь. Некоторые люди не верят в вечную жизнь, в силу того, что, как им кажется, она ничего не стоит. Но мы привыкли за все платить. И в этом случае все по вере, то есть бесплатно, без усилий просто. А все, что бесплатно, почему-то не ценится. Знаете, сегодня даже какие-то семинары, вроде как можно было бы дать и бесплатно, но говорят, если человек не заплатит цену, для него это не будет важно. И поэтому ставит какую-то определенную цену, может быть, символическую цену, но чтобы в любом случае человек заплатил что-то, чтобы это стало для него ценным, важным, и чтобы это было в действительности благословением для него. Однако у вечной жизни есть своя цена, и мы знаем, что она достаточно высока. В прошлый раз мы принимали причастие, и мы размышляли об этом, мы рассуждали о том, что Бог сделал в нашей жизни, что Он сделал для нас. И это в действительности благословение. Матфея 13 глава, 44 по 46 стихи написано так. Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, которые, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и купил ее. Сегодня земля стоит недешево, но ни земля, ни самая дорогая жемчужина не стоит вечной жизни и вечности, потому что это бесценно. Господь Иисус заплатил очень высокую цену, дав нам залог вечной жизни. Луки 14 глава, 25 по 33 стихи, в современном переводе говорится так. Вместе с Иисусом шла большая толпа. Повернувшись, Он сказал им, кто приходит ко Мне, но любит Меня не более, чем любит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, не больше, чем саму свою жизнь, тот не может быть Моим учеником. Кто не несет свой крест, идя за Мной, тот не может быть Моим учеником. Если кто-то из вас хочет построить башню, разве он сначала не сядет и не подсчитает расходов? Хватит ли у него средств завершить строительство? В противном случае оказывается, что он, заложив фундамент, закончить работу не может. И глядя на него, все будут над ним смеяться и говорить, вот человек начал строить, а закончить не смог. Вы знаете, часто, проезжая по Шевченко, я обращаю внимание на один дом, который где-то, наверное, три этажа там, огромный дом. он уже, я не знаю, сколько лет стоит, недостроен. Коробку поставили, выгнали, такую громадину. И уже много-много лет работа остановлена. И смотришь на это, сразу понимаешь, что человек не рассчитал, да, свои финансы, свои усилия, может быть, что-то произошло, и дом остался недостроен. Поэтому, когда мы что-то планируем, когда мы что-то делаем, так важно, чтобы мы просто размышляли над тем, насколько это реально сделать то или иное, что ты самую большую цену. Как все человечество, так и отдельные люди во все времена платили за глупость. Хотел бы об этом поговорить. На самом деле, глупость нам не по карману. Из-за глупости люди могут потерять дом, машину, цены, бумаги и все состояние. Но самое страшное, из-за глупости люди теряют мир, теряют любовь, порой здоровье, иногда и жизнь. И даже жизнь вечную. Библия неоднократно приводит нам примеры высокой цены, которую приходится платить людям за свою глупость. Рассмотрим некоторые из них. Вторая книга царств, 10 глава, с 1 по 4 стихи. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский. И воцарился вместо него сын его Анон. И сказал Давид, окажу я милость Анону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его. И послал Давид слух своих утешить Анона об отце его. И пришли слуги Давидова в землю Аммонитскую. И князья Аммонитские сказали Анону господину своему, неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешители? Не для того лишь, чтобы осмотреть город, высмотреть в нем. После разрушить его прислал Давид слух своих к тебе. И взял Анон слух Давидовых и обрил каждому из них половину бороды и обрезал одежды их наполовину до чресл и отпустил их. Мы неоднократно, возможно, читали эту историю. В свое время, когда Давид был ганим Саулом, он был в самых разных ближ лежащих странах, укрываясь от от Саула, когда где-то в горах, когда где-то еще где-то. Но были люди, которые открывали свои сердца для него, помогали ему, участвовали в его жизни. и вспомнив о том, что царь, который умер, оказывал ему такое, вот знаете, милостивое отношение, он решил отблагодарить. Ну, естественно, я не знаю, каким это образом выглядело, я думаю, что всякая благодарность, она обычно сопровождалась какими-то хорошими вещами. Я думаю, что слуги Давида пришли не с пустыми руками, не просто с мыслью о том, что выражаем тебе соболезнования, и все. Я думаю, что там было что-то навечено, что-то принесено, привезено. Но были советчики, которые сказали ему, что ты думаешь, что так это все надумал Давид и просто хочет сделать тебе хорошо, это неправда. И мы видим, что Анон послушался тех, кто ему давали советы, и унизил слух, которые пришли. То есть были обрезаны одежда, дочерей они практически обнаженные были. Обриты бороды до половины это унижение для евреев. И таким вот образом они были унижены и отпущены. И это был крайне глупый такой поступок по отношению к сильному соседу, и вот чего ему это стоило. Не просто ему, а целому государству, людям, которые находились в нем. Вторая книга царства с 12 стиха, с 12 главы по 26 по 31 стихи написано, Иоава 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 Возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Мы видим, что одна глупость стоила государству просто ужасных, ужасных вещей. Поэтому Библия показывает, что глупость, она не по карману. Глупость, она очень, очень дорогая. Таким образом, глупость правителей, как мы уже сказали, аммонитских стоило уничтожению всего народа. Но Давид платил крайне высокую цену за свою глупость. Вторая книга царства с 11 по 2 стихи написана, Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. Наверняка вы помните всю эту историю. И ведь у Давида на тот момент уже было не меньше двух десятков жен. Какова же была цена этой его глупости? Это описано в 2 книге царств 12 главе с 7 по 11 стихи. Сказал Нафан Давиду, ты тот человек, который сделал это. Так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жену господина твоего и налона твоего и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше, зачем же ты пренебрег словом Господа, сделав злое перед очами его, урию, хитиянина, ты поразил мечом, жену его взял в себе в жены, и его ты убил мечом аммонитян и так не отпустит меч от дом, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену урии, хитиянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло, из дома твоего возьму жен твоих перед глазами твоими, отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. И 14 стих, но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Мы видим, что очень дорогая цена пришлась на жизнь Давида, мы помним его страдания по поводу смерти сына, мы помним, как он все-таки смирился перед Богом, покаялся, и впоследствии Библия говорит о том, что Бог, обращаясь к Соломону, сказал, если ты будешь как твой отец Давид, то есть на самом деле у него было сердце поклонника, и видите, что какие-то определенные вещи, глупости, которые происходили в жизни даже царей, в конечном итоге они выливались в очень и в очень большую цену. Что же делать, если не хватает мудрости? Знаете, мы на глупости иногда скоры, и мы говорим, нет мудрости. Что же делать, когда отсутствует мудрость? Может быть, мало мудрости? По-всякому бывает в нашей жизни. Иаков 1 глава 5-6 стихом написано, если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающимся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Скажите, пожалуйста, Бог желает, чтобы мы с вами были мудрыми. Да. И написано, если кто-то у кого-то не достает мудрости, тяжело иногда признать это, неужели я глупый, неужели у меня мудрости не хватает, я же весь такой мудрый. Но иногда стоит признать, что недостаток мудрости, и написано, допросит у Бога, дающего всем просто без упреков. Бог даже не будет упрекать нас, ах, ты же глупец, за мудростью пришел, и так далее. Написано, без всякого упрека, дает мудрость, просишь, дастся ему, но допросит с верой, так важно иметь веру, без упреков, и дастся ему, но допросит, немало не сомневаясь, потому что сомневающиеся, подобно морской волне, ветром поднимаемо и развиваемо. Библия приводит еще один важный пример, когда ценой глупости стала потеря вечности, проводимая со своим Творцом. Вспомните историю про богача и Лазаря. В результате богач просит Авраама, это Лукаш, 16 глава, с 27 по 31 стихи. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Аврааме. Но если кто из мертвых придет к ним, покаят, а не покаятся, тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Сегодня также, знаете, к нам говорится через проповеди, к нам говорится через пророчества, к нам говорится через самые разные источники. Бог использует сегодня, чтобы достучаться до каждого из нас. И так важно, чтобы мы были открыты к послушанию, чтобы мы были открыты к тому, чтобы слышать голос Божий. Сегодня суета этого мира, она все больше и больше захлестывает, она все больше и больше увлекает людей, увлекает от Господа, увлекает от служения, от всякого такого, знаете, тесного общения с Богом. Сегодня мир предлагает масса разных вещей, масса разных развлечений, и так важно, чтобы христиане, они все-таки держали за Бога. мы живем такое время, знаете, время очень интересное, время опасное, и без близости с Богом, поверьте, будет очень-очень сложно, сложно жить, особенно верующим людям. И всегда будет искушение отойти от Бога, всегда будет искушение, знаете, поменять на более безопасную жизнь. И так важно, чтобы верующие люди, они были достаточно зрелыми, чтобы не повестись на эти вещи, чтобы не согласиться с тем, что предлагает дьявол, и что он навязывает в нашу жизнь. Но чтобы быть горячими, знаете, такими твердыми в Боге, укорененными Богом, это важно, это важно, потому что времена, которые впереди, которые грядут рано или поздно, они будут требовать зрелости от каждого человека. И они будут проверены, знаете, временем, настолько мы зрелы, насколько мы утверждены в Боге, насколько мы закалены Богом и утверждены в Его истине. Сейчас на Украине находится мой брат, двоюродный, который прошел времена гонений, который был в армии, был посажен, он четыре года отсидел в тюрмах, и мне бы так хотелось, чтобы он как бы пришел и засвидетельствовал о том, как он проходил это все, как Бог был близко, как Бог был ответом для его жизни, потому что большинство из нас, мы даже не подозреваем, что это такое, мы даже не имеем понятия о том, что такое гонение, для нас гололед это уже гонение, да, уже заставляет нас оставаться дома и так далее, непогода, мороз, это тоже может где-то уже останавливать нас, но люди жили во времена, когда в действительности нужно было как бойцы стоять, стоять просто за истину, стоять за Слово Божие, стоять за желание быть утвержденным в Боге и мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами были подготовлены ко всему, что бы не ожидало нас в нашей жизни христианской, чтобы мы были готовы, что мы были готовы отразить любые атаки дьявола, что мы были готовы пройти все, что суждено пройти нам в нашей жизни и для этого необходимо, знаете, внутренний закал такой, для этого необходимо стойкость, для этого необходимо иметь близкие взаимоотношения, вот почему мы говорим о молитвах, почему мы так навязчиво говорим о том, что молитва это важно, молитва это ценно, возможно мы поймем это, когда у нас не будет возможности уже молиться вместе, молиться такими молитвами и тогда возможно мы оценим это и скажем, Боже, почему я пропускал это, почему я не был, Сегодня Бог дает нам эту возможность. Сегодня дает нам эти благословенные часы, когда мы можем вместе, собравшись, молиться. Молиться в духе, молиться горячей молитвой. Молиться, знаете, заряжаясь от Бога, от источника Его престола. Я верю, что молитвы, они укрепляют жизнь человека. Молитвенная жизнь, она делает его зрелым. Молитвенная жизнь, она делает его стойким. И рассудительным, и мудрым. И вот эта глупость, которая иногда сопровождает жизнь людей, она блокируется мудростью, которая приходит от Бога. И всякий раз, когда ты имеешь тесные взаимоотношения с Богом, Бог непременно дает тебе мудрость. Знаете, Слово Божие, когда мы используем это Слово Божие, и читая, наполняя свое сердце этим Словом, она тоже дает нам мудрость, потому что в Слове мудрость Божья истина, Божья, она также является, знаете, таким колодезом мудрости, который мы можем черпать оттуда постоянно, иметь от этого благословение. Поэтому давайте задумаемся над тем, что было сказано сегодня, давайте задумаемся над теми вещами, которые, о которых мы говорили, чтобы на самом деле в нашей христианской жизни было как можно меньше глупых вещей, которые мы можем позволять себе делать в этой жизни. Чтобы мы также были достаточно мудрыми, чтобы быть образцом для подражания нашим детям. Наши дети внимательно смотрят за нами. И мы это знаем прекрасно. Дети копируют нас. И так важно, чтобы в нашей христианской жизни мы были хорошим примером для подражания, чтобы детям было что фотографировать, было что снимать для собственной жизни. И это важно, чтобы мы были благословением для них, особенно в ценностях, чтобы мы не забывали о том, что быть в присутствии Бога – это ценно, чтобы наши дети это понимали. Потому что мы иногда можем, знаете, увлекаться какими-то, ну, казалось бы, хорошими вещами для наших детей. Но давайте, чтобы и спорт, и все остальное, что мы хотим дать нашим детям, оно никак не в их сознании, не поставило в приоритетах, что спорт или еще что-то может быть дороже того, чтобы прийти и пообщаться с Богом в воскресенье. Особенно воскресные дни пусть для наших детей будут особо, такими, знаете, как отпечатком в сердце. Воскресный день – это для Господа. Воскресный день – это посвящен Господу полностью. Чтобы мы также показывали детям не просто прийти в служение, и после служения мы забываем о Господе, а чтобы на протяжении воскресного дня мы учили детей, как важно, ну, сосредотачиваться на Боге, сосредотачиваться на истине Божьей, в действительности посвящать День Господу. И в этом тоже мы можем быть, знаете, такими учителями, может быть, даже молчалимыми учителями, но дети наблюдают за нами и копируют нас. И во всем этом мы можем быть для них примером, хорошим примером для подражания. Вы знаете, я часто вспоминаю бабушку, а она в действительности была живым примером. Живым примерами. Сколько я ее помню, я помню либо наставляющий нас, внуков, либо человеком, который читает Слово Божье. Какое-то время, где-то, может быть, я не знаю, может быть, года два, бабушка находилась в таком лежачем положении, она уже не могла двигаться, не могла передвигаться по дому, и две маминых сестры и мама особо одно время, они уделяли внимание бабушке, заботились о ней. Это была в действительности забота. Я не помню, чтобы бабушка звала кого-то, чтобы дать ей пить или кушать или еще что-то. То есть это все было вовремя. Она была как царица. Она лежала, сидела, допустим, на кровати, вокруг были подушки, перины. Я помню ее Библию, которая лежала перед ней. И она читала эту Библию. Знаете, это отпечатывается, отпечатывается в сознании, в памяти. И ты понимаешь, насколько это важно было для нее. И когда ты смотришь ее жизнь, когда ты смотришь на результат ее жизни, на сегодняшний день, глядя на внуков, правнуков, на ее детей, ты видишь, что в действительности это хорошее, как бы, как этот, рассадник. То есть она положила начало множеству служителей Божьих. Она положила начало в действительности людям, которые держатся за Бога сегодня. Я практически очень мало слышу таких вещей, чтобы кто-то из нашего родства отошел от Бога. Есть единицы, которые можно перечесть на пальцах. Но видно было, что вот эти вот молитвы, вот это вот хождение перед Богом, оно дало свой плод в детях, в внуках, в правнуках. И сегодня это огромное родство, огромное родство, которое в действительности наполнено Божьей жизнью и любовью к Богу. И я думаю, это дорогого стоит. Я думаю, что это хороший пример для подражания нам всем, чтобы наша жизнь, она не просто прошла, чтобы наша жизнь оставила после себя след. След. След именно в хорошем наследии, наследии, которое следует за нами. Чтобы это наследие, оно дышало Богом. Не мирской жизнью, не мирскими привычками, не мирскими ценностями, а жила жизнью Бога, жизнью в Боге, наслаждаясь Ним. Поэтому желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно меньше глупостей и как можно больше мудрости. Как ее получить? Мы уже получили рецепт, мы уже знаем, что мудрость приходит от Бога, Он дает всем, кто ее просит, дает без упрека, дает в любом количестве. Поэтому обращайтесь почаще, просите Бога о мудрости, и вы будете ее иметь. Но не позволяйте глупости царствовать над вашей жизнью, над жизнью ваших детей, потому что это ценно, это важно. Поэтому пусть Бог благословит нас. Возможно, это не совсем длинная проповедь, а может для кого-то это как находка, да? Кто-то особо не любит долгих, длительных проповедей. Но я верю, что в этой проповеди есть что-то, что заставит нас задуматься над своей жизнью, что-то, что заставит сделать определенный анализ своей жизни, то, как я живу, насколько ценна жизнь моя для Господа, насколько ценна она для людей, которые меня окружают. Потому что Библия говорит, что вы есть соль для этого мира, вы есть свет для этого мира. Вы знаете, можно по-разному светить. Можно где-то подсвечивать, да? Можно где-то так засветить, что люди скажут, что это за христианство вообще в целом. А можно в действительности быть благословением для окружающих. Чем больше я живу, тем больше я понимаю, что люди наблюдают за нами, как за христианами. Как только мы озвучиваем свою позицию, как только мы озвучиваем свое положение перед Богом, это всегда вызывает реакцию людей. И вначале это может быть какое-то возмущение, непонятность, когда люди говорят, что все, кто попал, еще куда-то. Но впоследствии, когда люди наблюдают за нами и наша жизнь, она приобретает перемены в лучшую сторону, тогда это восхищает людей. Где-то внутри себя они понимают, что они хотели бы иметь это, но не имеют. И потом они начинают искать, искать Бога. И как важно, чтобы мы также были этим источником для них показать, где они могут найти Бога, где они могут встретиться, пережить с Богом. Потому что это то, чего ожидает Бог от нашей жизни. Поэтому пусть Бог благословит нас еще и еще раз входить в мудрости, не позволять глупости царствовать в нашей жизни и жить полноценной христианской жизнью. Жизнью во Христе, жизнью молитвенной жизни, жизнью в Слове Божьем, в истине Божьей и в хороших делах, в добрых делах для окружающих нас людей. Мы неоднократно говорили проповеди о доброте, мы говорили о том, что люди узнают нас под добрым сердцем, под добрым намерением и добрым поступком. Поэтому это еще одна визитная карточка христианина. И так важно, чтобы люди, говоря о нас, как о верующих людям, особенно замечали, что мы особо добрые люди, чтобы когда спрашивают, что особенно в христианах, что особенно в верующих людях, чтобы люди не говорили просто, а ну, не пьет, не курит, матом не ругается, как бы и все. А чтобы основная, основная визитная карточка была христиан, кто такие христиане, это особо добрые люди. Мне хочется, чтобы наша церковь росла в этом, чтобы наша церковь развивалась в этом, чтобы доброта, она на самом деле была визитной карточкой каждого человека, чтобы, чтобы, если мы спрашивают, люди спрашивают, верующие, в какую церковь ходишь, Богу вести, о, я знаю, я слышал, это очень добрая церковь. Само название «благая весть» это «добрая весть». Это люди, которые несут добро, это люди, которые несут добрую весть. Поэтому давайте мы выделять время для каких-то добрых вещей, добрых поступков, отношений людей, которые находятся рядом с нами. Может быть, это соседи наши, может быть, это наши знакомые, может быть, это сотрудники по работе. «Просто возьми себе, как, знаете, как-то такое постоянство в том, чтобы хотя бы раз в неделю для своих сотрудников сделать что-то доброе, такое яркое, знаете, чтобы это коснулось их жизни. Может быть, испечь каких-то фунделок, я не знаю, каких-то вещей, таких вот, и угостить их, чтобы они знали, что каждую неделю вы делаете что-то такое в постоянстве, и это можно от вас ожидать. Может быть, просто, знаете, Зоя, как-то мы встречались с Зоей и Лешей, и она говорит, может быть, я, говорит, но не особо имею время для проповеди, но, говорит, я постоянно молюсь за сотрудников своих, и пишу им, говорит, такие листовочки, то, что у меня в сердце о них, какие-то добрые вещи. Знаете, люди так нуждаются в доброте, и, когда ты пишешь какие-то вещи, которые, ну, удивляют их, потому что это дефицит. Сегодня хорошее слово, доброе слово, это дефицит. В основном, люди заняты собой, они могут сделать это для своих близких, родных, но для кого-то сделать это они не могут. у меня есть сосед, это, мы живем на, на одной площадке, и, я узнал, что у него день рождения. Он, достаточно, богатый человек, люди знают, его очень, очень хорошо в городе, и я взял и написал ему поздравление с днем рождения. Дал просто, ну, анализ того, что я увидел в нем хорошего, я говорю, вот я учусь у вас вот этим вещам, вот этим вот вещам, вот этим вот вещам, и дал ему какие-то пожелания, которые я хотел бы видеть, как бы, ну, в его жизни еще лучше, еще больше, и он прочитал это, я это сделал смс-кой на вайбер, и он пишет, говорит, спасибо большое, еще никогда никто не поздравлял меня таким образом. Человеку уже больше 50 лет, он общается с самыми разными людьми, у него масса друзей, но за все годы своей жизни он ни разу не слышал, чтобы кто-то что-то выделил в его жизни как хорошие вещи, какие-то позитивные вещи, отметил это, и вы знаете, вот такие вот элементарные вещи, которые мы можем сделать это, ну, как дважды два-четыре, это не тяжело, это займет пять-десять минут, подумать, вспомнить, а в каждом человека есть хорошие вещи, которые люди не замечают, но когда ты сосредотачиваешься на этом, начинаешь размышлять об этом, думать над этим, Бог дает это, знаете, как послание такое, и ты пишешь, ты высвобождаешь это в жизнь человека, это не может не коснуться человека, это непременно коснется, и вот вам и есть добрые вещи, которые мы можем делать для людей, которые находятся рядом с нами, это как бы пример таких небольших вещей, а если это еще что-то, что ты делаешь, может быть, продукты купил, да, покупаешь себе продукты, подумал о каком-то соседе, который не очень может позволить тебе что-то, взял что-то такое, что он не может себе позволить, и пришел благословил, это тоже оставит отпечаток доброты, это опять же таки оставит, знаете, мнение о тебе не как о каком-то сектанте, а как о человеке, который несет добро и хочет это делать постоянно, поэтому я ревную о том, чтобы наша церковь особенным образом, знаете, процветала в этом, росла в этом, это рост, это духовный рост, это зрелый рост, в этом есть зрелость, и поэтому я верю, что вы достаточно зрелые уже, но я верю, что предела зрелости нет, ее можно постоянно развивать, постоянно употреблять и использовать, поэтому пусть Бог благословит тебя, быть человеком не тем, кто только научен или наставлен только принимать, а чтобы человек, который может с легкостью отдавать, с легкостью быть даятелем в жизни людей, которые находятся рядом с нами, и в этом есть христианство, и кто-то сказал на это Аминь, давайте мы встанем. Отец Небесный, мы благодарим тебя за твою любовь, мы благодарим тебя за твое слово, за истину, которое меняет наши сердца, наши жизни, которое приходит в нашу жизнь, чтобы что-то изменить. Отец, мы благодарим за наставления, которые приходят в нашу жизнь, дай нам применять это в жизнь, дай нам запечатлеть это в своем сердце, дай нам запоминать эти вещи, дай нам отождествляться с этими вещами, чтобы твое слово, оно росло в нашей жизни, в наших поступках, в наших отношениях друг к другу, к людям, которые находятся рядом с нами, Господь, дай нам быть особенным народом, взятым в удел, чтобы мы то, что мы унаследовали от Тебя, могли развивать это и использовать, употребляя в нашем быту, в нашей жизни, Господь, чтобы то, что мы имеем внутри себя, оно выходило наружу, было благословением для окружающих нас людей. Господь, дай нам быть людьми, которые думают не только о себе, думают о других. Отец, дай нам быть людьми, которые искусны в том, чтобы быть благословением для других, может быть в письме, может быть в коротком слове, чтобы мы могли обратиться к человеку, это коснулось и затронуло человека, и чтобы это помогло ему встретиться с Богом. Боже, благослови, благослови нас в этом, чтобы мы были достаточно мудрыми, искусными в подобных вещах, чтобы это захватывало человеческие души и было бальзамом для тех, кто нуждается в Твоем исцелении. Господь, дай нам быть носителями Твоего исцеления, дай нам быть носителями Твоей любви, которая бы касалась жизни людей и была благословением для них. Боже, благослови, благослови, дай нам возрастать Твои мудрости, дай нам просить о Твоей мудрости. Мы сегодня просим, Боже, дай нам мудрости, дай нам мудрости, Господь. Пусть эта мудрость накапливается в нашем сердце, пусть эта мудрость, она говорит через нас, пусть она действует через нас. Господь, мы не желаем ходить в глупости, мы не желаем быть подвергнуты, атакам глупости, мы не желаем согласаться с глупостью, Господь, но дай нам быть мудрыми и благоразумными во все дни нашей жизни, чтобы это привело нас к наследию, к тому, что Ты приготовил для нашей жизни, чтобы мы никогда не потеряли, Господь, то, что имеем в Тебе, то, что Ты сделал для нас. Это вечная жизнь, это жизнь с Тобой, живым, реальным и действующим Богом. Дай нам больше сосредотачиваться на вечности, в нашем внимании, в наших ценностях, нежели на то, что мы имеем сегодня. Господь, благослови нас, чтобы в этих ценностях мы не потеряли правильные отношения и правильные ценности, Господь, чтобы Твои ценности всегда были основными в нашей жизни и захватывали всю нашу жизнь. Прославься, Господь, в жизни каждого из нас, благослови каждого из нас, а мы за все благодарны Тебе, наш Бог и Царь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.